Нам не сказано, что фарисей тоже, что был плохой, нет, он выполнял, он все выполнял, но он выполнял мертво, с одной стороны, без души, а с другой стороны, еще этим и похвалялся. И ставил это себе в добродетельство. Поэтому Господь, естественно, и этого милует, и это дает свою благость фарисею, но в гораздо меньшей степени, чем человек, который согрешил, но раскаивается, глубоко, искренне раскаивается, просит Бога прощения. Точно так же с Археем. Вокруг Господа шло много людей, много было фарисеев, людей, которые себя считали праведными, которые надеялись на спасение внешним выполнением закона. Вот именно по-букваевски выполняют закон Божий и думали, что они будут спасены. И считали себя праведниками, и осуждали грешников всегда. То есть люди, которые на показуху праведные. Так вот, Господь именно увидел покаяние этого Закхея, батарея, и сказал, что надлежит быть у него дома сегодня вечером. И был дома. И многие люди, те, что себя считают праведными, роптали, негодовали. Как это так? Учитель. Не все еще понимали, что это Бог. Не все понимали, что это Сын Божий. Одни понимали, другие не понимали. Некоторые считали, что просто учитель святости, учитель нравственности. Ну, по-разному. Так вот, как это Он пришел к такому грешнику? А они, фарисеи, с ними вообще не общаются, с батарея, с грешниками. А Он пришел. Почему? Потому что да вот за Ним тот, кто кается. Ведь нас всех с вами искушает дьявол. И каждого искушает по-разному. А одного столько страсти мучает, а другого столько страсти мучает. Так? И, конечно, у кого столько страсти, ему тяжелее бороться, чем у которого чуть-чуть. Есть те, которые почти не искушают, но очень мало. И, естественно, у кого много и тяжелее бороться. И они чаще и падают. Но ценность в чем? Потому что человек поднимается, раскаивается и борется с этими искушениями. То есть человек каждый борется, должен, вернее, бороться с искушениями. Но которого мало искушает дьявол, тот и мало и борется. Которого много искушает, он сильно борется. Мы не будем говорить про тех, кто не хочет вообще бороться, оставим в покое. А вот тот, кто борется, он перед Богом ценит. Потому что он действительно борется. И Господь, именно тех людей, которые с собой борются, с искушениями дьявольскими борются, преодолевает их. Господь идет к ним навстречу. Господь оказывает им свою помощь и в борьбе с искушениями, в борьбе с соблазнами, в борьбе с грехами. А те люди, которые себя считают праведными, это очень страшное положение. Это очень страшное состояние. Почему? Потому что праведных нет никого. Праведным только был один Господь Иисус Христос, безгрешный. Все мы грешные. И у всех у нас есть грехи. У всех буквально. И у тех, что же, вроде бы как праведные, все равно есть грехи. Мелкие, но есть. Так иначе мысли, но бывает греховно. Ну, у каждого свои грехи. Так вот, если человек считает себя безгрешным, это несчастный человек. Потому что он ослепил сам себя. Грехи у него тоже есть. Но он сопоставляет свои маленькие грехи с грехами великого грешника. Какой там я грешный, я святой уже, я безгрешный, я праведный. Вот он, это плохо. Но тот раскаивается, а мы уже сознаем своей праведностью. В кавычках, ложной праведностью. И это самый тяжелый грех. Это грех духовной гордыни, грех прелестной. И когда человек себя считает праведным, или себя считает малогрешным, что более, так сказать, нам соответствует, или менее грешным, то это уже человек, лишающий себя возможности покаяния. А грехи, подчеркиваю, еще раз, есть у всех. В том числе и у тех, что себя считают малогрешными. И человек, который видит свои грехи, вот этот человек уже на пути к Богу. Нам каждый день мы слышим другие слова. Блажение нищий духом. И я неоднократно говорил, что нищий духом, это те, кто умеет видеть свою нищету духовную. То есть, нищие мы все, но не все, к сожалению, видим ее. Грешные мы все, но не все мы умеем видеть свои грехи. Видеть это глубоко и очень глубоко раскаивается. И это вот то, что от нас требуется. Это как раз и есть нещета духовная. Видение своих грехов. Закхей увидел свои грехи и раскаивается. Почему Господь и говорит, я пришел для того, чтобы взыскать, то есть найти и спасти погибших или погибающих. Господь пришел для того, чтобы и нас всех с вами погибать. Потому что, так или иначе, мы все имеем причастность к грехам. Взыскать, то есть найти и спасти всех нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Буха. Подготавливая нас к посту, Святая Церковь благословляет нам чтение Евангельского начала опыта Ветх и Парисеев. То есть, Господь приводит нам в параллель, как надо молиться и как молиться не надо. И не один раз мы слышали уже эту притчу, но каждый раз мы находим в ней не только свои хорошие качества, но и свои плохие качества, свои недостатки. И вот молитва от парисея. Он говорит, Господи, слава Тебе за то, что я не такой, как все. За то, что я молюсь, пощусь, десятину приношу. Что вообще я праведный человек, не такой, как, например, мытарь, который стоит. А мытарь стоял сзади и только бил себя в грудь и просил, Господи, милости, буди мне грешным. То есть, просил у Бога прощения. И сказано, вышли из храма, мытарь был более оправдан, нежели поисел. То есть, здесь очень интересный момент. Нам не сказано, что был этот оправдан, этот не оправдан. Нам сказано, что мытарь был оправдан больше, чем парисей. То есть, то, что он молится, то, что он постится, то, что он приносит десятину на храм, это тоже дало ему определенную духовную пользу. Но гораздо меньшую, чем покаяние грешника. То есть, вот насколько самолюбование праведника ниже растаяния грешника. Почему? Потому что нам сам Господь говорит, жертва Богу, то есть жертва Господу нашему. Самое главное, дух сокрушенный, дух сокрушенный. Потому что праведных не бывает вообще. Безгрешный только один Господь Иисус Христос. Святые – это люди, у которых минимальное количество грехов, очень мало, но есть, какие-то мелкие, может быть, есть. То есть, совершенно безгрешен сам Бог. Поэтому мы не можем считать себя правильным, даже если мы поступаем в жизни правильно, если дьявол нас пытается соблазнить на то, что нет у меня грехов. Все равно они есть. И вот, кстати, святые, если к ним устремить свой взор, они как раз больше всего себя ощущали грешниками. И чем более святой человек, чем более чистый, чем более праведный человек, тем больше он кается в грехах. Не подумайте, что это такое самоистязание. Нет. Давайте вспомним свое детство. Когда за маленький-маленький грех мучила совесть. Сейчас мы очень часто и вообще не помним, что такое совесть. Так, смутно. Представляете. А вот в детстве. Маленький грех сделает, вот небольшой. А как сильно мучила совесть? Правильно? То есть не сравнить ни с чем. Никакие физические мучения не шли в сравнении с этими муками совести. Это о чем говорит? Что грех, даже маленький, он и есть грех. Почему я провел пример с детьми? Потому что у них меньше всего грехов. Правильно, знаю. У них тоже есть грехи. И ошибаются те, кто говорят, что дети безгрешны. Грехи, еще и как грехи. Но гораздо меньше, чем мы. И вот то, что у них мало грехов, уже это у них вызывает муки совести о тех небольших грехах, которые они совершают. Почему? Потому что совесть мучается у всех. И у любого грешника, и у малогрешного человека. Ну, естественно, у грешника она сильнее мучается. Душа мучается. Не совесть, а душа. Совесть-то голубь дышит. У ребенка мучается, всем он мучается, душа наша мучается. Мы даже этого не замечаем. Но вот мост наш, ум, это есть место контакта духа, души и тела. И наши грехи являются как бы своего рода изоляцией. Например, говорил, что стекло коптить, свет будет все меньше и меньше проходить через это стекло, и вообще скоро наступит темнота. Точно так же грехи коптят это место контакта духа, души и тела. То есть совесть как мучилась, так она и мучается. Но мы уже это не чувствуем, не ощущаем. И чем меньше грехов, тем лучше мы ощущаем муки совести. Так вот, если в детстве, когда у нас было очень мало грехов, но как тяжело мучилась совесть, то как на самом деле мучится душа наша сейчас? Если отбросить наше нечувственность этих мучений. Почему отбросить? Потому что после смерти тело умрет, которое не чувствует мук совести. А остается душа, которая мучается, которая и есть в совести. Вот тогда и откроется во всей полноте мучений. Максимума наших мучений. Вот без грешных людей не бывает. Если уж у детей совесть болит, значит у нас тем более. И вот мы видим молитву фарисея, который «Слава тебе, Господи, за то, что я пощусь, что я молюсь, что я не грешный, что я не такой, как мытарь, грешник великий» и так далее. Я не сетину приношу и так далее и так далее. Нету здесь покаяния, хотя бы в тех малых грехах, которые у него есть. Его нету. И еще тяжелый грех в этом фарисеи имеется. Грех самолюбования. Или, как мы говорим, грех гордыни. Или грех духовной гордыни. Грех прелести. Прелестился он своей святости. Правильно. Прелестился человек. И если человек прелестился, он не видит своих грехов. И никогда не увидит. Кстати, к слову, все восточные, особенно индийские верования, все основаны на развитии вот этой прелести, самопрелещении, самолюбовании своими достижениями. Точно так же в протестантизме и вангеризме тоже самое. Культивирует человек и развивает опять прелещение самим собой. Самолюбовании своими грехами. Это к слову. Чтоб не забывали мы о том, что дьявол нас ловит везде и всюду. И молитву мотаря. Господи, милости, буди мне грешным. Он не видит своих добрых дел. Не может человек быть или 100% плохой, или 100% хорошим. Правильно? И у мотаря были хорошие качества. И добрые дела были. Много было добрых дел. Не может такого быть, чтобы вообще ни одного доброго дела у них был человек. Но он их не видит. Он об них не думает. А он только кается в том плохом, что он в жизни сделал. Просьб у Бога прощения. Почему он их не видит? Потому что нормальный человек понимает, что добро мы обязаны делать. Как очень часто от школьников приходится слышать. Я вот учил, учил. Выучил. А меня не спросили. Вот где справедливость? Ну как не выучат, спросит. Не выучат, не спросит. Мы обязаны, да. Обязаны. Это наша обязанность. Другое дело, что мы не полны. Другое дело. Но обязаны. Или так в жизни бывает. Вот я этому человеку хорошо сделал. Или вообще. Я хорошо что-то сделал. Меня никто не похвалил. А он ошибся, оступился, сразу так все накинулись. Ну где справедливость? Да кто вы справедливы, что мы обязаны делать добро? Это наша прямая обязанность. И если надо, мы его делаем хорошо. И еще можем добро попутно зло сделать. И так получается. И нас никто не должен палить за него. Никто не должен благодарить. Потому что это наша обязанность. каждого из нас. Дело в добро. Так вот, этот мытарь, он понимал. Что его благие дела, это не есть критерий для гордыни. Не есть позор какой-то перед Богом и перед Ним самим. Перед Его совестью. Он просил у Бога прощения в своих собственных веках. И вышел прощенным больше, чем фарисей. То есть, еще раз говорю. Господь милостив. Господь принял и жертвы этого фарисея. Принял и его искусственные показы и добрые дела. Принял. Старался человек. Но степень и качество различные. Степень прощения фарисея и мытаря различные. То есть, мытарь был прощен Богу полностью, потому что он раскачивался. И этот получил ровно столько, сколько он заплатил. Постился, значит, вот какие-то там строго в этом количестве грехи прощены. Десятину приносил, значит, строго в соответствии с этим прощено. А этому человеку прощено было все. Потому что он каялся. Это самое главное, что от нас требуется. Не нужна Богу десятина. Не нужны Богу пожертвования. Не нужны Богу наш пост. Совершенно не нужен. Нужно Богу наше покаяние, смирение Духа. Вот чтобы не было такого фарисея. Вот я. Это Господу нужно. Пост и все остальное – это вспомогательные инструменты к достижении покаяния. То есть, это не главная цель. Пост нам даст также и другие виды воздержания. Для того, чтобы мы лучше могли раскаяться, лучше могли очиститься, лучше могли свою любовь стяжать к ближнему и к Богу тоже. Вот для чего. Если мы ставим фото как основа, как цель и самоцель, мы ошибаемся. Это цель для достижения смирения в душе. Для достижения покаяния. А если мы постимся и гордимся этим, и осуждаем тех, кто не постится, то лучше бы нам вообще не поститься. Потому что здесь мы неправильно относимся к посту, и с помощью поста творим еще грех в видеть осуждение и опять же того же самолюбование. И еще отношение к покаянию, отношение к церкви, к Богу, к вере, влечет с собой самые разные последствия людей. Один грешил, потом раскаивается, другой не грешил, но и не раскаивается. И это плохо, то есть грех плохо, тот, что грешил, и тот, что не грешил. Редактор субтитров А.Семкин